Новая валюта завоевывает мир. В начале года один биткоин стоил тысячу долларов, сейчас уже 17 тысяч. Виртуальные деньги вызывают все больше интерес. Что это? Новая финансовая пирамида или перспективное средство для расчетов? Разбиралась Светлана Чернецкая, она в Лондоне. Четыре года назад программист Дэвид купил частичку биткоина просто ради интереса. Уплатил за цифровые деньги 50 фунтов. Все это время они хранились в его интернет-кошельке. Сейчас вложение Дэвида выросло до 2000 фунтов. Я абсолютно забыл об этой покупке. В тот момент это было приключение. Интересно ведь стать частью такого новшества. То есть я попрощался с этими 50 фунтами. А когда в прошлом месяце о биткоине заговорили во всех новостях, то я раскопал свой старый интернет-кошелек и был нереально удивлен, что на счету оказалось уже 2000 фунтов. Потом я купил еще больше биткоина, хотя и понимаю, что это риск. Эту криптовалюту запустили в 2008-м. Некто по имени Сатоси Накамото. Его личность до сих пор не раскрыта. Тогда один биткоин стоил около цента. Первым обменом этой цифровой валюты на реальный товар стала покупка пиццы. Американец Ласву Ханыч заплатил 10 тысяч биткоинов за доставку. Если бы он придержал свои биткоины, сегодня был бы миллионером. Это действительно очень волнительный этап для биткоина. Но я не думаю, что люди должны сломя голову бежать покупать биткоины. Это все еще очень рискованная категория инвестиций. Так что я бы пока подождал. Разве что вы авантюрист и любите азартные игры. В основе биткоина лежит блокчейн. Технология передачи данных в электронные цепочки. Из плюсов этих денег они не регулируются никаким государством. И все операции проходят без посредников. То есть банки не нужны. Но в то же время до сих пор непонятно, что поддерживает эту валюту. Какова ее ценность? Никто не может спрогнозировать будущее биткоина. Вполне вероятно, что это мыльный пузырь. Покупая акции на бирже, мы можем посмотреть на заработки компании и дивиденды. Можем сравнить показатели и решить, стоит ли вкладывать в эту компанию. Здесь же непонятно, какая фундаментальная стоимость биткоина. Биткоин можно не только купить в интернете, но и заработать. Этот процесс называется майнинг. Для этого нужны супермощные компьютеры, как, к примеру, в этой серверной. Майнинг требует огромного количества вычислений, и на это тратится большое количество электроэнергии. Именно стоимость этих затрат и может использоваться для оценки стоимости биткоинов. В интернете сейчас работает около тысячи криптовалют. Но такой головокружительной удачи достиг только биткоин. Пока все это выглядит как массовый эксперимент. И есть большая вероятность, что повторится тюльпанная история, когда в 17 веке в Нидерландах спекулянты так взвинтили цены на некоторые сорта тюльпанов, что люди даже продавали дома, вкладывая деньги в цветы. Но перегретый рынок рухнул в считанные дни. Биткоин, правда, продержался уже гораздо дольше. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.